Так. Субботний мир, Господний мир, шаббат, 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 шалом. От Авину хай, наш небесный отец живой, от Авину, Авину, от Авину, Ава, Авину, от Авину хай. Ам Израил, хай, народ Израиля живой, Ам Израил, Ам Израил, Ам Израил, хай, хай. Ам Израил, хай, наш небесный отец живой, от Авину, от Авину, от Авину, от Авину, от Авину, от Авину. Я вам желаю всем подключившимся сейчас онлайн в эфире этом прямом и все, кто в записи будет смотреть все это. Счастья я вам желаю всем миром, я вам желаю от Бога мира счастья. Всем людям счастья мира, радость во Христе, в Мессии Ишуа. Благоставляем Иерусалим, Аминь. Давайте вместе благоставим семья моя, все братья, сестры, кто подключается. И в записи давайте благоставим Иерусалим. Шалом, шалом, веру шалаим. Вот как раз кто-то уже звонит уже. Наверное, кто-то дозвонился уже, да? Алло, да? Вот, прямо сейчас уже идет трансляция. А на Ютубе, а вы на мой канал зайдите, вот, архиепископ Сергей Журавлев, и там уже идет уже, да, да, спасибо, да, спасибо. Слава Богу. Вот уже дозваниваются братья и сестры. Напоминаю, телефон Ютуба, эфира этого на Ютубе. И вот сейчас мы вместе благоставим Иерусалим, да, споем. Так, сейчас я сделаю вот так вот поделиться, чтобы могли люди посмотреть по ссылочке. Так, ссылочка на Фейсбук сейчас отсылается, вот так вот. Вот, уже есть. Так что, братья, сестры, подключайтесь. Сейчас. Так. Так, подключаемся. Вот так, таким образом. Так. Делюсь сейчас. На стену отправить. Вот так. О! Да, слава Богу. Так, сейчас я, наверное, даже вот так отключу здесь. Так. Сейчас еще раз. Перезагрузим. Наверное, уже есть эфир. Кто-то подключается уже? По крайней мере, вот сестра звонила сейчас. Намеревается подключаться. Да, слава Богу. Кто подключился, приветствую всех. Именем Господнем. Благоставляем сегодня. Давайте Иерусалим благоставляем. Молимся. Я напоминаю телефон. Номер телефона. Вот в эфире. Сегодня я пользуюсь этим номером. Киевстар. Вот. И как номером эфира. Вот таких прямых эфиров. А также как, слава Богу, за Киевстар. Вот как некая карточка банковская. То есть вы можете ложить с любой точки Украины финансы. Деньги свои. И жертвовать на служение мое Господу. Значит. И я через новую почту их получаю, эти деньги. Вот так вот. Слава Богу. И номер, по которому... И вы на этот же номер, на этот же номер пишите смс-сообщение. Вот. Номер студии 096-96-2-66-75. Ну, еще потом тоже буду повторять по ходу вот этого, этой трансляции. Благоставляем Иерусалим. Аминь. Кто подключился, давайте благоставляем Иерусалим. Салом, салом, 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 Иерусалим. Мир Господний, Божий мир тебе, Иерусалим. Салом, 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 салом. Салом, салом, друзья. Это традиционное такое приветствие. Пожелание субботнего мира. Мира от Бога. для всех, так что, друзья, благоставлений Господних, да, благоставляю всех во имя Господне, так, и кто подключился уже, подключается кто, вот, шаббат шалом, Богдан, шаббат шалом, шаббат шалом, да, слава Богу, так что, и всех братьев, сестер, благоставляю, вот, зажег я здесь уже шаббатные свечи, ну, чуть раньше эфира, так получилось, вот, эфир в 17.00, но свечи чуть раньше были зажены, и традиционно, так вот, есть молитва, вот, на зажжение свечей, очень красиво, это вообще, сам этот обряд, он очень красив, знаете ли, мне, как православному человеку, наверное, это особенно, как-то близко, наверное, вот так вот, тем более, что, знаете ли, в свое время, еще будучи, вот, традиционным православным священником, я же не всегда был реформатором, обновленцем, это сейчас уже реформатор, да, тружусь как реформатор, когда-то я был, до 96-го года я был традиционалистом, таким, традиционным православным священнослужителем, вот, и, конечно, тогда я, ну, как бы, совсем и не имел, будем так говорить, такие, убеждения, традиционные именно такие, к сожалению, такого сектантского, такого, как бы, склада, что ли, вот, то есть, я считал, что только лишь у нас, в православии, вот, именно, ну, благодать, это вот, как бы, и спасение, и все, я, ну, совершенно, ну, как бы, и не предполагал даже, знаете ли, чтобы, что спасение, возможно, ну, вне православной конфессии, динаминации, юрисдикции нашей, вот, для меня это было чем-то таким, знаете ли, вот, терра инкогнито, совершенно непонятная такая, вот, чужая земля, да, но в 96-м году Господь изменил мое мышление через Слово Своё, через Библию, да, Божье Слово, которое говорит нам, что Дух дышит, где хочет, вот, и действительно, где хочет дышать Божий Дух, там, где действительно люди ждут Его, там, где люди любят Господа Иисуса Христа, там, где действительно Божье Слово в почете, а не в пренебрежении, вот, там и дышит Божий Святой Дух, с искренними он поступает искренно, с лукавыми по лукавству, и слава Богу за все, благоставений Господних, всем вам, дорогие друзья, благоставляю сейчас семью, надеюсь, сейчас уже супруга подключилась с детишками, вот, Инна Сергеевна, дети все, благоставляю вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа, и также, кто еще, там, братья, сестры, кто подключался и подключается сейчас, благоставляю всех вас во имя Господне, пусть Бог благоставит в этот шаббат, в эту субботу, благоставит всех нас, вот, своим святым присутствием, о, спасибо, Господи, спасибо, спасибо. Эта трансляция, она, значит, я, ну, как бы, стараюсь часто выходить сейчас, имею такую возможность, находясь здесь, в Киеве, в нашей Киевской архипископии, здесь и вот скоростной интернет, и технически, имея возможность такой выходить сейчас, значит, так вот, значит, в эфир прямой, и каждую пятницу, субботу, воскресенье, в 17.00 по киевскому времени, в 18.00 по Москве, я выхожу, значит, в прямую трансляцию, в эфир, вот, подключаются, вот, братья, сестры, моя семья, друзья, знакомые, вот, подключаются, вот, и это очень хорошо, вместе разделяем радость Господня, делимся Словом Божьим, здесь отец Алексей был у меня в гостях, вот, несколько раз уже в студии, в этом прямом эфире, наш благочинный священник, отец Алексей Прошак, да, значит, в воскресенье будет служение здесь у нас, будут гости, это будет такой сюрприз такой, будет действительно сюрприз, я уже предвкушаю уже от Божьего Духа, вот, значит, и напоминаю, что вот телефон, который в студии у меня, прямой номер эфира 096-96-266-75, это же номер, это номер Киевстаровский, я использую его, вот, вот, как вот номер эфира прямого, а также, значит, какие нужды есть, не стесняйтесь, пишите смс-сообщение для молитвы, потому что подключаемся к молитвам, вот, я лично подключаюсь к молитвам о нуждах, вот, за людей, о спасении, сегодня у меня тоже огромные нужды есть, и я с этими нуждами тоже уже в видео, вот, которое выставил предыдущее, сейчас видео, потом можете посмотреть, я как раз говорил об этом, там видео я заглавил такими словами, вот, как раз библейскими, что для отца нет больше радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине, вот этими словами, такими я озаглавил как раз вот то видео, где рассказал о своих нуждах, как раз молитвенных нуждах, но я еще раз в эфире поделюсь, конечно, вот, молимся за детей, молимся за внука, вот, ну, за семьи наши, одним словом молимся, вот, ну, и также этот номер, значит, шаббат шалом, Давид, да, брат, очень рад видеть в эфире тоже, брат Давид, шаббат шалом, благословений господних всем вам, вот, значит, номер эфира, напоминаю, 096-96-2-66-75, это номер Киевстар, и со всей территории Украины вы можете, ну, и за пределами тоже Украины, если вы пользуетесь, там, через интернет, допустим, значит, можете ложить финансово принять участие в моем служении Господу, значит, деньги ложить на этот номер, и с помощью вот новой почты я имею возможность эти деньги получить налично, вот, слава Богу за Киевстар, за их вот такую продвинутую такую услугу, вот, значит, слава Богу за всех, кто жертвует, и, наверное, даже в этом есть и особая такая, даже, как бы, особенная милость такая Божья, потому что, когда кто-то жертвует, кто-то ложит деньги, здесь не высвечивается, от кого они пришли, что, значит, там, то 50 гривен, то 100 гривен, то 200 гривен было, значит, и я знаю, что это принимаю как от Господа, и молюсь за моих братьев и сестер, и для меня это еще знамение вот этого времени последнего, что, действительно, церковь Иисуса Христа, она одна, что нет, знаете ли, ну, хотя много есть церквей, конечно, безусловно, вот наша церковь, допустим, тоже, я епископом, который являюсь, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, вот, наша киевская архиепископия, знаете ли, есть много других разных церквей, но, по сути, церковь одна, я тоже сегодня как раз размышлял, был сегодня на Жмаченко, 20, христианская надея церква, значит, и был в офисе объединения Украинской миссионерской церкви, значит, и благодарю Бога за сотрудничество, за дружбу, уже многолетнюю дружбу с Рештинским Валерием Николаевичем, с другими братьями, сестрами здесь, вот, значит, в Киеве, и вот, когда уже обратно шел, уже, значит, к Дарнице, значит, вот, ну, Жмаченко по улице, записывал тоже видео, значит, и я часто так, бывает, часто где-то прогуливаюсь, молитвенно в парке, где-то, допустим, записываю эти видео, вот, значит, и я тоже как раз размышлял о том, что церковь Иисуса Христа, она единая, она одна церковь, Господь создал церковь свою, и он сказал, что врата ада не одолеют ее, я так раньше размышлял, а какую церковь Господь создал, ну, я так не мудрствую, лукаво, так вот, как бы, и за что купил, за то продал, я, как бы, и так и говорил, и так и мыслил, что церковь только лишь одну Бог создал, то бишь нашу, православную церковь, я тогда, знаете ли, я так и на шучу говорю, что в то время, будучи традиционным священником православным, русской православной церкви, московского патриархата, я даже в страшном сне не мог себе представить никакому, что, значит, знаете ли, что в Царство Божье, кроме нас православных, могут еще и протестанты, и католики, кто-то еще там попасть, значит, то есть я очень сектантски мыслил, так, знаете ли, вот моя хата с краю, ничего не знаю, только лишь вот на моей конфессии, моя юрисдикция и прочее, вот, но в 96-м году, как я говорил уже выше, вот Господь вот так вот по милости своей, знаете ли, расширил мои пределы, вот мое мышление и вот через Божье Слово началась моя реформация, слава Богу, вообще реформация, реформация, это не выдумывание чего-то нового, это возвращение к хорошо забытому старому, к основанию, к фундаменту веры, слава Богу, это покаяние, исправление церкви, возрождение церкви, вот, очищение церкви, реформация, есть деформация, деградация, порча церкви, а есть реформация, это великая ревизия церкви, это исправление церкви, это покаяние, метаноия, чува по-еврейски, возвращение к первой нашей любви, то бишь, слава Богу, вот, и этот год, уже завершающийся год, да, 2017-й, если вот, ну, брать вот по гражданскому календарю нашему, то, значит, потому что по библейскому исчислению, я это подчеркиваю так иногда в видео в некоторых сюжетах, по библейскому летоисчислению, если считать от нашего пра-пра-пращера Адама, значит, то на дворе 5778-й год от сотворения света, от сотворения мира, вот, а вот как вот в гражданском нашем летоисчислении, так принято считать от Рождества Христова, хотя немного условная дата, потому что Иисус родился исторически, реально Иисус родился чуть раньше, чем это принято считать, то есть сейчас у нас не 2017-й, а по совести 2021-й даже, вот так вот. Но, как бы то ни было, значит, от Рождества Христова считается, вот, 2017-й год завершается, и этот год, 2017-й, он посвящен в Украине даже на самом высоком государственном, религиозно-политическом уровне, в некоторых странах на религиозно-высоком уровне, в некоторых никак не почитается, но все равно церкви, как бы, отмечают эту дату, 500-летие, я имею в виду, 500-летие, со дня начала Великой Реформации и обновления мирового христианства. Пять столетий назад завершилась эпоха, многовековая эпоха, Великой Деформации, деградации мирового христианства. Началась эпоха Великой Реформации, покаяния церкви, исправления церкви, и вот уже на протяжении пяти столетий продолжается вот эта эпоха Великой Реформации, то бишь покаяния, исправления церкви. До того самого благостовенного, 1517-го года, была эпоха Великой Деформации. После 1517-го года началась эпоха Великой Реформации. До 1517-го деформация, вот эта деградация церкви, она выражалась в смешании с язычеством, с всевозможными учениями бесовскими, в религиозно-политических всевозможных этих извращениях и прочем. Но, слава Богу, что пять столетий тому назад началась, не так, может быть, быстро, как хотелось бы, но постепенное, поэтапное такое освобождение церкви Божьей от всякого этого греха, покаяния церкви, исправления церкви, возрождения христианства, то бишь началась Великая Реформация. Реформация, слава Богу. Да, друзья, предыдущие эфиры я вспоминал мужа Божьего Кирилла Лукависа, тоже, добрым словом, хочу вспомнить его сегодня. Действительно, были не только на Западе, но и на Востоке, тоже у нас в Православии, тоже были мужи Божьи, были реформаторы, но такой глобальной большой реформации у нас на Востоке не происходило. Знаете ли, да и сейчас, так положу руку на сердце, со скрипом все очень продвигается, но продвигается, дамы и господа, братья и сестры, продвигается. Вот так. И темой, конечно, эфира самого я избрал немного другую тему, будем договорить. И я напоминаю, как я в анонсах говорил, что, значит, тема эфира этого прямого сегодняшнего, да, сегодня 17-е у нас число, ноября завершается, уже 17-е число у нас ноября, пятница завершается. Вот. Завершился 28-й Хешвана, завершился день, начался 29-й Хешвана, последний день месяца лунного календаря, Хешван мы его называем еще, этот месяц. Так вот, и этот эфир прямой я посвятил двум таким темам. Хотя я их собираюсь раскрывать уже завтра, но более подробно так вот по писанию. Но очень важно, и историческим также многим очень сведениям. Так вот, и очень важно отметить, что вот этот эфир, благоставленное это время, вот, посвящено двум таким темам. Первая это Шаббату, Субботу, мы, в общем-то, встретились сегодня, встречаем сейчас, прямо сейчас встречаем Царицу, Субботу. Да, Господин Шаббата, Господин Субботы, он сегодня среди нас, разделяет с нами эту радость, ликование наше, слава Богу. Вот, и, значит, и вторая тема, кроме, первый день, это, первая тема, это День Господний, Суббота, вот, а вторая тема, это завершающийся месяц Хешван, лунного календаря библейского летоисчисления. Вот, сегодня, вот, вечером, начался уже последний день этого месяца, а именно 29-е число уже началось, месяц Хешван, то есть последний завершающий день. В воскресе, вот, это Суббота, 29-е число. В еврейской традиции, как вот, ну, и в нашей православной христианской традиции, перенятой с библейского иудаизма, день начинается с вечера. И был вечер, и было утро, день там такой-то, допустим. Вот, в данном случае, седьмой день наступил уже. Вот, и, хотя в протестантском мире и в католическом мире, вот, христианский мир такой, ну, в основном, в основной массе это католический и протестантский мир. Православный мир, на самом деле, в христианстве более чем скромный. Ну, у нас, конечно, вот, то есть в Украине, в России, в Белоруссии, в Грузии, там, Румынии, там, в Болгарии, в других некоторых странах, конечно, другая ситуация. У нас большинство православных все-таки, христиан, как ни крути, Ну, хоть номинально даже, но православных. А вообще, если брать глобально, планетарно, общехристианские, то, конечно, на первом месте это католическое по объемам, по размерам. На втором уже протестантские вкупе в целом течения различные. И православный христианский мир это уже на третьем месте по количеству, по значимости в христианстве современном. Но, дамы и господа, интересно, что в католичестве и в протестантизме даже, как сказать, все-таки прослеживается большая оторванность от еврейских корней. В православии, православие, хотя в целом на сегодняшний день является самой антисемитской по своей направленности, к сожалению, вот тоже чего греха таить, я думаю, многие из вас это понимают, кто, может, не знает, я расскажу. Я об этом рассказываю, в принципе, в семинарах своих, можете просмотреть мои семинары. Кстати, семинары очень хорошие, Борис Саул Чагриценко, значит, мессианского раввина киевской, мессианской еврейской общины, вот, с кем мы дружим уже давно, уже 20 лет уже. Вот, значит, и другие мессианские раввины эту тему раскрывают, конечно, очень так, очень хорошо. Я со своей колокольной чуть раскрываю эту тему. Израиль и церковь, церковь и Израиль. И есть записи на ютубе тоже на моем этом канале, есть записи вот, значит, вот этих семинаров моих. И в этих семинарах я рассказываю как раз об этом. В православной традиции очень много еврейских традиций, да, значит. Вот, молимся за это, за покаяние, за прозрение церкви и за собственное, в первую очередь. Да, слава Богу, да, спасибо, брат Давид, да, хорошее слово написали вы. Действительно, я тоже присоединяюсь, мы молимся тоже за покаяние церкви, за исправление. Ну, и реформация, начинается и пробуждение, и покаяние с меня, с каждого из нас в отдельности. Вот, у Эрла Штегена очень хорошая книга, ну, это Людмила Плетт, проповеди Эрла Штегена, всякие истории, свидетельства Эрла Штегена, значит, и вообще пробуждение в Южной Африке на квасе за банду. Значит, так и называется первая книга трилогии, есть трилогия, потрясающая трилогия, которая сыграла в моей жизни огромную роль, такую благостовенную. Так вот, первая книга этой трилогии, Людмила Плетт, так и называется, «Пробуждение начинается с меня». Очень интересно, и название такое. Ну, а я когда прочитал, я вспомнил еще слова архиепископа Антонина Грановского, который еще сто лет назад как раз вопросы поднимались, православной реформации, тогда впервые открыто поднимались эти вопросы. Так вот, он говаривал тогда, что прежде самого себя реформировать надо. Вот, хорошие слова. Он был тогда епископом Нарвским, потом в Москве был. Он возглавлял в 20-е годы Союз Церковной Возрождения, называлось. Союз Церковной Возрождения. Это был как раз один из таких реформаторских, обновленческих, православных таких союзов, церквей. Союз Церковной Возрождения. И эпицентром как бы вот этого союза, как бы его душой, был и собственно сам вот как бы Антонин Грановский, другие братья. И центр располагался у них, значит, в Москве, возле Красной площади, за Иконоспасский монастырь. Кстати, он ныне вновь действующий, сейчас там отстраивается. Я был не так давно, заходил там, отстраивается, ремонтируется, все смотрю, думаю, надо же. Ну, как бы сейчас уже действующие, уже там проводятся службы. Вот, это рядом с Гумом, с Цумом, там совсем рядом, значит, вот, значит, и, то есть, вот, рядом со Спасскими воротами, рядом с, значит, с Кремлем прям буквально, в двух шагах от Кремля, значит, за Иконоспасский монастырь. И вот там Антонин Грановский был как раз архиепископом. И он и говорил, он и говорил как раз, прежде самого себя реформировать надо. Вот, молодец. Поэтому пробуждение начинается с меня, реформация начинается с меня, с меня, покаяние начинается с меня. Слава Богу. Да, и от познания, кто есть Иисус Христос. Аминь, брат Давид, аминь, аминь, аминь. Так и есть. И вообще, познание того, что Иисус и есть Христос, вообще, это величайшее откровение всех времен народов, что Иисус и есть Христос. Очень многие люди у нас, знаете ли, к сожалению, относятся к этому как к некоим имени и фамилии. Знаете, говорят, Иисус Христос, как, допустим, Сергей Журавлев, Петр Иванов, кто-то еще, допустим. А это Иисус Христос, вроде как имя и фамилия. На самом деле, это величайшее откровение. Когда впервые это было сказано Петром, это откровение, то Иисус настолько был восхищен. Он сказал, что блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь тебе это открыли, а Отец мой, сущий на небесах. Вот так вот, Баруха Шаем, благословенное имя Господне. Это величайшее откровение. И, конечно, кто есть Иисус Христос. Сегодня, кстати, тоже кедуш совершаю. Я взял, здесь вот Новус, такой магазин, значит, есть в Киеве. Вот, взял такие халы, купил халы. Кстати, пахнут очень вкусно, вообще настолько вот. Наверное, очень вкусные халы. Ну, судя по цене, должны быть очень вкусные. Взял вот такой Сандоро сок, значит, виноградный сок, червоного, из червоного винограда. У меня есть вот этот синагогальный сок, вот, значит, из синагоги. Вот, прямо из Иерусалима, прямо вот из, значит, из Израиля. Кошерный, кошер. Слава Богу. Да, вот, и грузинский хлеб у меня здесь тоже есть. Так что, да, очень люблю грузинскую кухню. Ну, что, хлеб, вино, мясо, овощи, вот это все, что, в общем-то, как раз вот и, основная их дата, значит, и грузинская, значит, и еврейская. Вот, и это кедуш, когда совершаем мы, знаете ли, мы благодарим Бога за сверхъестественное обеспечение, за сверхъестественное его, вот, именно, действительно, вот, обогащение наше, вот, и забота на, слава Богу. Значит, плод виноградной лозы, вообще, значит, он на, значит, шабатнем столе, он означает как раз именно вот это Божье обеспечение, Божье изобилие. Да, это, действительно, кстати, вот, да, в этом огромный символ есть такой, на самом деле. Вот, и, ну, конечно, для нас, христиан, в первую очередь, даже, даже не просто обеспечение сверхъестественное. Для нас, христиан, вообще, актуально хлебопреломление причастия евхаристии. Кстати, мы совершаем евхаристию часто, ну, в разных церквях по-разному совершают ее, правда. В некоторых, ну, вообще не совершают ее, ну, как вот, вещественным таким образом, а духовным образом каким-то совершают. Я был в таких тоже церквях, христианской церкви, православной церкви, ну, древле православной церкви. Вот, я рассказывал как-то в одном из прямых эфиров, значит, тоже, я, конечно, поначалу даже очень удивлялся, думаю, надо же, как-то странно все это чудно. В Москве, на Преображенке, кто бывал, если, там, недалеко, значит, от метро, значит, там есть, это, как сказать, ну, храмы такие, церкви православные, древнеправославные. Как понимать благословение Авраама? А, понимать, я вам принимать, как понимать именно, да, благословение Авраама? Я, я, я лично понимаю буквально, есть разные, конечно, толкования тоже в христианстве, я слышал очень разные объяснения, разные толкования, у многих проповедников бывают очень разные свои, своеобразные толкования, я понимаю буквально. То есть, Авраам, это наш отец, по вере в Иисуса Христа, через веру в Иисуса Христа, мы наследники благословений нашего Отца. У нас есть Отец Небесный, Баруха Шем, благословенное имя Его, но у нас есть и Отец земной, который нас родил, да, у каждого из нас, нам кто-то дал жизнь, подарил жизнь. Слава Богу за наших отцов, наших матерей, наших родителей, благословенны, на самом деле, благословений Господни. Вот, но у нас еще есть Отец, как написано, у которого есть Отец всем нам, всем верующим, это Авраам. Или же в татарской традиции мы его называем Ибрагим. Я по матери татарин, по отцу еврей, и, в общем-то, порой, ну, сейчас я уже как бы так определился, но в детстве порой такой киш-миш был такой, знаете ли. Значит, в татарской традиции мы Ибрагимовы, то есть моя мама, она Ибрагимова, вот, Санья Галиахметовна. Мой дедушка Галиахмет, бабушка моя Миньбану, они были действительно такими исконными татарами, значит, и соблюдали татарские традиции, но не религиозные, то есть у нас не было там религиозных мусульман, это больше было так вот традицией такой, знаете ли. Но мой дедушка Галиахмет, он подчеркивал, что вот, значит, мы Ибрагимовы, потому что от Ибрагима. Правда, кто такой Ибрагим, я так и не знал тогда. Это я потом уже узнал уже, когда стал взрослым. Вот, значит, а тогда я не знал, но я знал по татарской, ну, традиции, что ли, легенде, или как не легенда, но предание татарское, значит, я знал, что Ибрагим, то есть Авраам, да, вот, по-нашему, значит, библейский, он, значит, был очень хлебосольным таким, и он даже за стол не садился, если, вот, был один, он ждал кого-то, всегда, значит, приглашал, и даже если никого не было, вообще никого не было, он просто сидел и ждал, значит, когда хоть кто-то появится, какой-то прохожий, захожий, чтобы хлеб вместе проломить с кем-то. Кстати, очень красивая легенда, тем более, что в библейске очень есть такое близкое, да, понимаете, да, такое, как бы, созвучное, созвучный мотив, помните, когда Авраам сидел и ждал, значит, да, значит, был в ожидании, и вот увидел он троих, ну, это были божьи ангелы, да, Бог явился таким образом интересным, вот, послал своих вестников, вот, и, значит, и, вот, и, конечно, Сара, значит, она засуетилась, Авраам-то сказал ей, чтобы она приготовила быстренько, взял теленочка, да, ну, какой же без мяса праздник, это уже, как бы, и не праздник, по сути. Я вообще родился в семье такой мясоедов, у нас так было, что если мясо не поели, вроде, как бы, не ели вообще. Мой дедушка Гали Ахмед, он все время, там, и теленочка резал, значит, там, и барашка, вот, на телятине и баранине, это и вырос, собственно, на основном баранина, в основном, у нас была, вот, а теленок, это по-татарски бузау, бузау, значит, и вот бузау, значит, у нас все время, значит, там, да, теленочка резал, Гали Ахмед, мой дедушка, вот, значит, и мясо готовили, моя бабушка, вот, Миньбану, она готовила мясо очень вкусно всегда, значит, и когда собирались у нас все бабаи, то есть бабаи, это, я знаю, что в Украине не очень хорошо это звучит, слово, к сожалению, даже здесь пугают, оказывается, бабайками, представляете, я не знал раньше, вот, а вообще с детства я знал, что слово бабаи, это совсем очень хорошее, доброе слово, это означает дедушка, по-русски дедушка, вот, Grand Father, да, значит, и вот, значит, и, действительно, Авраам, значит, сказал, он взял теленочка, быстренько его зарезали, приготовили мясо, маслица, значит, знаете ли, значит, там, хлеба, значит, то есть, вот, угощение было накрыто тогда, вот, и, знаете ли, вот в этом общении, в этом обеде с ангелами, посланниками Всевышнего Бога, интересно, вот, хотя обычно ангелов представляют у нас таких бестелесных, но, на самом деле, Библия раскрывает тайну ангелов, это, у них есть своя плоть, просто она иная, отличается от нашей плоти, вот, нам она кажется бестелесной, ну, по-нашему, как бы, но, на самом деле, она телесна, по-своему, есть тела ангелов, есть тела человеков, вот, и тот мир, он реальный, он даже еще более реальный, чем, если может так выразиться, наш мир, вот, вот, и в том мире я мог бы этот стол, допустим, или эту бутылку насквозь пройти, не потому, что, значит, я нереальный, а то, что она нереальная, вот, в чем дело, вот, на самом деле, реальность Божья, она более реальная, чем реальность, которую мы приняли, и нам, у нас принято считать реальностью, вот так вот, но об этом тоже рассказываю в семинарах своих, и, значит, и в церкви делюсь этим тоже, так вот, дамы и господа, братья и сестры, и поднимаю, конечно, вот, кедуш, хлеб, взяв хлеб, вот, и вино, вот, в данном случае виноградный сок, плод виноградный, лозы главные, да, значит, у меня даже и виноград, вот, есть, молдовский взял виноград, купил сегодня, вот, очень понравился, сладкий, прям, сахарный, прям, вот, настолько, вот, я, значит, я беру, значит, виноград, допустим, даже если нет сока, допустим, просто виноград раздавлю, вот, пусть там немножко совсем будет этого сока, вот, вот тебе и вино, значит, и беру хлеб, совершаю хлебопреломление, и вот я начал с того говорить, что разная практика есть в церквях, разное учение, и в некоторых церквях, вот, как я вот говорил выше, вообще не принято материально, как бы, совершать хлебопреломление, а понимание такое есть духовного, как бы, хлебопреломления, такого, мистического такого хлебопреломления, вот, вот, у свидетелей ГОВ это ярко выражено в их организации, ну, а в православной традиции, это вот у древле православных христиан, это очень ярко выражено, вот, я начал было говорить как раз, что на Преображенке в Москве меня это очень сильно удивило тогда, я помню, но это было давно, 91-й год, я еще только начинал священническое служение свое, до 91-го года я служил как чтец, как алтарник, и подьякон, значит, дьяконствовал в 91-м году, и в 91-м году же стал священником Русской Православной Церкви Московского Патриархата, вот так вот мое служение было, вот тогда, значит, и представьте, в Москве я бывал часто, ну, я служил в Рязани, как чтец, и как и подьякон, как алтарник, я служил в Орловской и Московской областях, а уже как священник стал служить в Рязани самой, и в Рязанской области, и вот, значит, и помню, в Москве-то я часто бывал там, и много было знакомых у меня священников, и вот на Пребраженке там, значит, там интересно было общение такое, там были старобряцы, новобряцы, разные православные были священнослужители, разные христиане были, значит, прихожане, было интересное общение очень даже, и вот там были беспоповцы, так называемые, беспоповцы, на Рогожском кладбище там поповцы были, я где-то полтора-два месяца был возле митрополита, уже покойного давно уже, да, митрополита, значит, Олимпия Гусева, Московского, Всеруси, Русской православной старобряческой церкви, интересный был очень человек, благословенный человек был, знаете, в моей жизни тоже сыграл он огромнейшую роль вообще, я просто очень Богу благодарен, сейчас я работаю над книгой, вот, автобиографичная книга, вот, я уже писал когда-то давно еще, лет 15 назад, значит, писал, значит, «Мой путь к живому Богу», в 2003-м я ее добавил, дополнил эту книгу, ну, эту статью такую расширенную, издавал, ее, наверное, видели, читали, да, кто не читал, просто в сети наберите, в сети, значит, «Мой путь к живому Богу», я выставляю ее на разных там страницах, вот, кстати, о, хорошая идея, есть «Стихи.ру», я там зарегистрирован, и там я уже, ну, тогда еще давно, правда, три стихотворения свои поместил, найти меня там легко, на сайте «Стихи.ру», также моя страница называется «Архиепископ Сергей Жуалев», и там попадаете на мою страницу, там три стихотворения, надо будет еще добавить, потому что у меня еще есть некоторые стихотворения, я не стихотворец, правда, но иногда бывает вот так вот, вдохновение, и пишу, выражаю свои молитвы, мысли свои стихами, мне это очень нравится, очень люблю, когда Божий Дух посещает именно вот в такой стихотворной форме, знаете ли, вот, значит, и есть еще другой сайт, я тоже там зарегистрировался, «Проза.ру», есть там тоже моя страница, «Архиепископ Сергей Жуалев» уже, также, но я там ничего еще не разместил, вот, наверное, там, кстати, я тоже займусь, наверное, уже, ну, позже потом размещу, значит, тоже там, «Мой путь к живому Богу». А так я стараюсь на разных страницах, на разных сайтах публиковать вот этот материал. Так, Аллилуйя! Вот это Сергей! Да, приветствую, слава Богу, кто? С кем имею честь? Привет, друзья, значит, я уже, слава Богу, вас там туда поймал по телефону, а то я долгое время старался вас заточнить, и вы пребываете постоянно в Украине или за пределами? В общем-то, трудно сказать, но Божья часть сейчас в Украине, у себя в церкви в Киеве. А как вас зовут? Как вас зовут? Как вы меня знаете? Василий Герняк. А, ну, а я просто голос ваш не узнал. А-а-а, слава Богу, слава Богу. Я делал то, что я, понимаете, я по-своему хотел решать эти проблемы. Проблемы были заложены с самого начала, и то, что мы окажемся в том же положении, которое сейчас народ оказался, я видел уже, скажем, предварительно. Но я старался здесь регистрировать общинные, другие сети. А, я извиняюсь, сейчас у нас прямой эфир идет, вот в чем дело. Я думал, это кто-то дозвонился из прямого эфира. Давайте мы попозже созвонимся, уже после эфира, хорошо? Хорошо, пожалуйста. Да. Я что-то вам скажу. Ну, через часочек перезвонить, ну, хорошо, все, да. Надо будет сохранить номер, да. Вот так вот дозвонился человек, давний-давний знакомый, вот так вот. Когда начинал служение еще здесь в Киеве, вот, были некоторые братья, которые тогда вот брались тоже помогать, вот, и потом, как бы, след простыл, я не знал, где они, что они... Вот теперь потихонечку находятся братья, слава богу, которых уже лет 10-15 лет, уже не видел уже их, вот, и находятся братья, слава богу. Да, напоминаю, телефон эфира, если есть, ну, опять-таки, звонить, ну, звоните, да. А так пишите смс, я читаю смс-сообщения, молюсь, молюсь по этим смс-сообщениям, по этим рассылкам, значит, там, ну, или получаю, которые, как не рассылки, там есть, бывают рассылки, я так понимаю, общие такие смс-с, бывают конкретные, там, нужды какие-то за кого-то, вот, значит, и молюсь, значит, этот номер, этот же номер Киевстаровский можно использовать как вот банковскую карточку, благодаря услугам Киевстар, значит, уже я получал, значит, и 50 гривен, и 100 гривен, и 200 гривен даже, то есть люди присылают сюда деньги, я имею возможность через новую почту получать их налично уже, на свое служение Господу. Поэтому вы можете записать себе этот номер, сохранить, дать вашим друзьям, знакомым с территории Украины, это можно сделать в любом месте абсолютно. Значит, телефон такой, значит, Киевстаровский, 096 96 266 75, там два раза 96 было. Еще раз повторяю, 096, код, сам телефон 96 2 66 75, 096 96 2 66 75. Вот так вот, это номер, и, ну, хотя, в общем-то, знаете, я, значит, стараюсь уже после эфира, в общем-то, особенно уже не общаться так вот, ни по телефону, ни по скайпу, никак вот, я стараюсь после эфира, вот через некоторое время уже, совершая кедуш, значит, да, значит, субботе трапеза, да, я уже выключаю все телефоны, все, значит, и если публикую, допустим, на Фейсбук, бывает, то только какие-то вот именно от Бога, откровения, Божье Слово какое, делюсь свидетельством каким-то, вот знаете ли, вот таким насущным, наболевшим, вот делюсь этим, с превеликим удовольствием это делаю, слава Богу. Вот, значит, и, ну, давайте вернемся в тему, а то время идет, да вы что, время уже, вот это да, время очень быстро идет на этой земле, да, и вот, так я начал было говорить, что вот есть такие, допустим, древнеправославные христиане, беспоповцы, которые даже хлебопреломление воспринимают, ну, как бы сказать, так вот, больше духовно, как мистически так вот, но вещественно его не принимают, ну, есть таких, некоторые церкви, к сожалению, ну, или к счастью, я не знаю, но у них свое понимание, короче, вот, но я не вижу их позицию, ну, правильной, хотя, ну, Бог всем нам судья, конечно, вот, кто какой меры достиг, кто как вот, знаете ли, кому как открыто, наверное, вот, 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 другие церкви принимают причастие, я знаю, раз в год, вот, такая традиция есть, есть раз в месяц, большинство протестантских церквей, с кем я дружу, общаюсь, вот, они раз в месяц собираются, тоже очень интересная традиция такая, в принципе, достойная традиция, хорошая, в нашей православной традиции раз в неделю совершается, обычно, вот, ну, если брать, вот, везде там, то есть, я имею ввиду, литургии сама совершаются, хотя на практике люди причащаются очень редко, как правило, значит, и вообще в библейской, именно традиция, в библейском понимании, смысле этого слова, и в еврейском контексте, я вижу, что само хлебопреломление совершаться должно ежедневно, и порой даже не раз в день, особенно, когда вот есть такие, вообще, переживания, я эти дни, вот, имею возможность, вот, совершать хлебопреломление каждый день, и даже не раз в день, знаете ли, принимаю тело и кровь Христа, благодарю Бога за тело и кровь Христа, потому что для меня это пища и питье, я не знаю, как бы я пережил бы многие испытания в своей жизни, если бы не кровь Христа, если бы не тело Христа, и есть разные, конечно, понимания, что некоторые учителя говорят христианские, что это, как бы, образ тела Христа, тело и крови Христа, другие говорят, что это буквально, вот, именно, вот, даже, как бы, каннибалистки так подходят к этому очень, даже, к сожалению, и такое тоже есть, да, приветствую, брат Николаевич, слава Богу, да, рад видеть вас тоже здесь, в эфире, вот, и, то есть, вот, вплоть до того, что, если там капнула даже капелька, то нужно все это вырывать и сжигать, вот, там, ну, там, случай был, когда, там, допустим, Ян Кроштадский, православный протеерей, значит, там, и, значит, и чаша упала, значит, там, и, значит, и разлилась по полу, а мраморные плиты были эти вот, откуда-то привезли, перевезенные, огромные, и эти мраморные плиты потом, все вымыли, конечно, вычистили, а потом мраморные плиты эти выломали и бросили, значит, там, в Балтийское море, значит, там, новые плиты заказывали, мраморные для этого пола, этого собора, Андреевского, по-моему, или как он назывался, собор там, значит, в Кронштадте. Вот так вот, понимаете ли, есть разные понимания тела и крови Христа, тоже в христианстве, и не только в христианстве, вообще, что не христианин, то свое понимание, по сути-то, даже если вместе причащаются, в одни доктрины верят, все равно мера вера у всех своя, и свое какое-то понимание есть, своя изюминка. Вот нас миллионы, миллиард, больше миллиарда, вот, и больше миллиарда пониманий есть вот тела и крови Христа, вот, значит, и я рассуждаю так, что это действительно тело и кровь Христа. Умом не понять, я к этому отношусь как к таинству, действительно, таинство, и я действительно верю, что причащаюсь буквально, реальных тел и крови Христа, но без всяких этих суеверий, всяких там, значит, там, и, значит, там, и вот вышесказанных, допустим, вот, значит, наподобие известия Учительное, там, и других книг православных, которые, которым мы, к сожалению, промывали на мозги в свое время, еще в 80-е годы, в семинарии православной, московской и в Ленинградской. Но, дамы и господа, вот сама суть хлебопреломления в том, что действительно, и воскресенье, как раз тоже будем об этом говорить тоже, на служении в церковном нашем собрании, то, что благодаря крови Иисуса Христа, Его ломимому телу, и Его пролитой крови, Его жертве Голговской, Иисуса Христа, я совершенно спасен, я совершенно исцелен, я совершенно прощен от всех грехов моих, прошлых, настоящих и будущих, абсолютно, Бог за меня, Бог милостив, Он простил меня полностью, через кровь Иисуса Христа, тело и кровь Иисуса Христа были ломимы за мои грехи, и также ранами Его я исцелен, полностью, совершенно исцелен, вот, и обогащен, благоставлен со всех сторон, благоставение Аврамова, теперь мое благоставение, благоставение Ибрагима, да, теперь это мое благоставение, через веру в Иисуса Христа, через Христа Иисуса, который живет не просто где-то рядом со мной, не просто возле меня, а во мне, во мне пребывает, во мне живет, вот, и в этом великое таинство, в этом великая благодать, слава Богу, слава Иисусу Христу, благоставляю всех вас, дорогие друзья, вот, и шаббат, Господний этот день, знаете ли, пусть в этот день, в каждой семье благоставит, будет этот мир, Божий мир святой, Анатолий пишет, помолитесь, пожалуйста, за исцеление брата Николая, аминь, аминь, присоединяюсь к молитвам, да, и прямо сейчас благодарю Бога за исцеление брата Николая, молюсь, чтобы Господь прямо сейчас прикоснулся и исцелил его, во имя Иисуса Христа, пусть действительно брат Николай и другие братья и сестры, кто нуждается в исцелении божественном, будут благоставлены, исцелены, слава Богу, во имя Иисуса Христа, и я принимаю это исцеление и для себя, через тело и кровь Иисуса Христа, принимая истинное питье и истинную пищу, которая есть в теле и кровь Иисуса Христа, слава Богу. Вот, и этот шаббат, эта суббота является завершающей в месяце Хешван, сегодня вот наступило уже 29 число месяца Хешван, это суббота, то есть с пятницы вечера до субботы вечера, это 29 число, завершающий день месяца Хешван, в субботу вечером, завтра вечером начнется уже первое число нового месяца, который мы называем так в традиции Кислеф. Этот месяц, который для верующих библейских, для нас, для евангельских мыслящих христиан, для библейских, да, евреев, неевреев, для всех, это месяц обновления, месяц реформации, месяц Ханука, праздник называется, праздник Ханука, именно месяц обновления, потому что так, в общем-то, главный праздник этого месяца, 25-й Кислефа, и 8 дней подряд продолжаем мы празднование, значит, это праздник Хануки, в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 22 стихе и дальше, как раз и рассказывается о празднике Ханука, который Иисус почтил своим присутствием, в Иерусалиме, вот, и написано, что Иисус был в Иерусалиме, была зима, и ходил Иисус в притворье Соломоновым, во время этого праздника, и был праздник Ханука, праздник обновления написано, в синодальном переводе, слава Богу, вот, и пусть Божье обновление, оно будет в наших судьбах, в наших семьях, в наших церквях, общинах, синагогах, пусть Божье обновление совершается в нас верующих, как вот я выше и говорил, что прежде всего самого себя реформировать надо, как вот Антонин Горновский говорил еще 100 лет тому назад, или как вот у Людмилы Плетт, в книге, название книги, пробуждение начинается с меня, она пишет, слава Богу. Вот так вот, дамы и господа, братья и сестры, споем еще раз вместе. Шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, 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 шалом, субботний мир, господний мир, шаббат, 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 шалом, шаббат, 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 шалом, шаббат, 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 шалом, шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, 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 шалом, шаббат, шалом, Шаббат шалом Шаббат, 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 шалом Од Авину хай Наш Отец живой Отец небесный Бог святой живой Од Авину, Од Авину, Од Авину хай Наш Отец живой Бог небесный живой Од Авину, Од Авину Отец, Од Авину хай Ам Израэль, Ам Израэль, Ам Израэль Хай, Ам Израэль, Ам Израэль Хай, и народ Израэля живой, народ Израэля жив, потому что наш Отец небесный Бог живой, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я вам желаю мира, я вам желаю счастья, я вам желаю всех благословений шалома. Я вам желаю мира, радость во Христе, в Господе нашем и Спасителе. И благоставляем Паки и Паки, благоставляем Иерусалим, благоставляем город Небесного Царя, город Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалу шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, субботний мир, Господний мир. Шалом, 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 шалом. И есть сейчас вопросы некоторые, и, я так понимаю, просьбы помолиться за Тимофея в семье. Диагноз аутизм совсем не говорит. Отец совершает ошабатные чудо, Господь. Боже, благослови Господь Тимофея прямо сейчас, Боже, его дом благослови, его семью. Боже, спасением своим, Боже, своим исцелением божественным. Потому что на кресте Господнем, в крови Иисуса Христа, в крови Мессии, исцеление Тимофея и всех нас. Аминь, аминь, аминь. Сегодня будем молиться, эту субботу, за Тимофея. Вот, и есть вопросы здесь, во-первых, да, есть много даже. Почему проповедуете... Ой, вопросы уже ушли. Надо будет чуть вернуться. Вообще, завтра будет эфир как раз именно о шабате, собственно. Сейчас я попробую вернуть вопросы. Проповедуйте на русском. Название трансляции на иврите. Название трансляции у меня и на русском, и на иврите. Если вы обратите внимание, там и на русском, и на иврите. Почему воспеваете субботу, если это символ покоя вечного? Это не только символ покоя вечного, это еще и календарный день. В-третьих, почему субботу переименовали в шаббат? Ну, скорее наоборот. Скорее наоборот, шаббат переименовали в субботу. Потому что, значит, вообще-то это слово шаббат, значит, библейское шаббат. Вот, а переведено на русский как, ну, так вот, переделано как суббота. Суббота. Вот, значит, и Новый Завет на древнееврейском. Ну, вообще Новый Завет написан на греческом, вообще-то, не на еврейском. Хотя есть предположение, что вот Евангелие от Матфея написано на арамейском, на одном из диалектов, значит, так, еврейского языка, но не на иврите. Поэтому не совсем точно, да. Апостолы не избрали иврит для этой цели. Как вы это практикуете? Нет, я иврит не использую, очень незначительно. Суббота.